Всем привет, с вами Рома ДиВиДи. Сегодня рано-рано утром я выехал в центр города Пэдглам и очень-то как-то быстро порешал все свои дела, вопросы и у меня возникла мысль, почему дни, раз я в центре города, не сходить в парк культуры и отдыха и культурно не отдохнуть. Я же в общем-то культурный человек, а культуре вот это надо, как говорил наш генеральный секретарь Михаил Сергеевич. И вот я решил оккультуриться. Зашел в кафешечку, навернул пивка, две кружки. Хорошо, так думаю, шашлычка сожрать, что ли? Смотрю, там какая-то хачапурь эти штуки готовит. С какой-то собакой. Я так думаю, не, ну нахер, думаю, я не буду. Думаю, чем бы заняться? Смотрю карусель. Ну бля, ну бли, ну бли, ну же. Думаю, ну бли, ну же. Там куча всяких каруселей. Думаю, не, ну нахер. Машинки вот эти вот с рулями, которые сталкиваются, блядь, как-то бибики эти. Ездил. Я такой думаю, ну неплохая я идея, опять же, да. Думаю, как я тут со своей пузой, блядь, вмещусь в лес, ну смешно как-то. Решил нахер, блядь, ну сижу такой погрустневший, там третий кружечку пиво заказал уже. Сижу потихоньку потягиваю. А там у нас каких-то качелей-каруселей нету, ёпт, там всякая хрень, да ёпт, там всякая херня вообще ужасно. И тут вдруг мне на глаза, вот как, я не знаю, вот я смотрю, там вся, вот все вверх, все крутится, мигает, все там, музыка везде, это. Как, блядь, я среди всего этого говна пропустил охрененно замечательный, простейший советский, старый советский тир. Такая железная, блядь, будка собачья, можно так сказать, знаете, похожая на железный павильончик, скажем так. Решетки, никаких ни окон, ни хера, в общем, ну народ есть, народ топится, все. А я такой думаю, ну че, ладно, вот хожу к девчонкам, говорю, вы это, говорю, вот вам кружечку пива, постерегите, смотрите, не выпейте, блядь. Ну подъебал, чисто прикололся. И по пиздюхал в тир. Захожу, а там цена выстрела, руб. А я ж давно под всяким этим парком культуры отдыха не хожу, и знаете, мне абсолютно до пизды все эти развлечения, вот эти все качели-карусели. Ну как-то нахер я вышел с того возраста, когда мне это было интересно. Вот люди хотят Диснейленд, блядь, лично я не хочу, нахуй. Я бы даже лично, если бы меня насильно звали, я бы даже денег дал, чтобы лично меня в Диснейленд бы не приглашали, блядь. Вот не хочу я в такую хуйню. А вот в тир, я как-то, знаете, думаю, да, надо как-то вспомнить молодость. Взял, купил пулик на 50 рубликов, 50 пулик. А там лежат калаши пневматические, акашки. Вот, ПМ и пневматика. Ну, на баллонах, естественно, все баллоны, наверное, все. И обычные наши старенькие сардеповские винтовочки. То есть, ну, вот как, блядь, ну помните, кто в тиры-то ходил. Ну, переламываешь такую, переламываешь, пульку вставляешь, закрываешь, закрываешь, целишься, пиздюхаешь, все, попадаешь там или нет. Вот. Ну, и все эти калаши, за ними прям очень, а оружие свободные лежат, бери, стреляй, не хочу, нахуй, никому. А тут детвора все с взрослыми выстроились, и папки с детьми не дерутся запострелять с калаши этими пульками, блядь, этими сферическими. И, оп, твои нахеря, я думал, блядь, да послеваю жопу, не бейте себе в сраку, блядь, конем. Да вы нахеря, я поставляю со старого тоза, блядь, советского, пневматики. Вот. Тоз, ну, кто не знает, Тульский ружейный завод. А там их 3-4 ружья лежало, даже не на цепочках они, ну, и все, чтобы не уволки, не спиздили, такой толпец. Я пульки-то взял, мне дали крышечку и баночку такую, ну, блядь, короче говоря, крышка из-под банки, нахуй, обычная, как бабушка, вам варенье, блядь, закрывает. Ну, только не закатывает их хуетой, а пластмассовая крышка, знаете, вот, вот такая же ебота, только пластмассовая, не металлическая. Вот, и там насыпаны пульки. Вот, я взял эти пульки, обычно они дают пульки в этих, от полторашек, блядь, от сисек, колпачки, блядь, пробки. А мне дали в этой похуйне. Ну, вот я встал среди их ружбайки, они лежат, я так одну выбрал, посмотрел, вторую посмотрел, третью посмотрел, с одной пострелял, с другой пострелял, с третьей пострелял. Ну, что, мне не нравится, ну, как-то так к одной я пристрелялся, как-то на кривит косить, сами знаете, в кире специально все сделано так. То есть там, я вот правдоруплюсь, а про танки правду говорю, я сейчас протир, сука, расскажу правду, блядь. Там сделано так, что, вот, допустим, на целик смотришь, и вот там вот отвертки, когда, блядь, как сказать, там они подкручивают, ну, в общем, делают так, чтобы ты не мог четко и правильно стрелять по мишени. И обязательно ружье будет косить, сто процентов. То есть, и тебе приходится изъебнуться, блядь, чтобы упасть в мишень. Но я-то, как говорится, собаку на этом деле съевший человек, я знаю, блядь, в кире много раз хаживавший, ходивший с самого детства, люблю эти киры. И так получилось, что, вот, как-то я пристрелялся к одной рыжбайщике, у меня так пошло. Я знаю, что она косит в левую сторону, а не в правую, в левую сторону она косит. Я знаю, что она косит в левую сторону, и это же ствол, по-моему, немножко поведем. Из-за того, как мне казалось, мне так казалось, слегка. Вот. Она косит, ну, я так беру чуть-чуть правее. И четко попадаю, четко попадаю в мишень. Ну, вот, и я начал стрелять по движущимся, мишеням покручающимся, на упреждение, то есть, мишень движется, знаете, вот, проезжает, хлоп, попал, упало. То есть, на упреждение, то есть, ты ее ждешь, когда она поведет в нужный момент. Я еще, с поправкой на то, что у меня рожью еще левее косит, то есть, я еще его сдвигал, то есть, ну, как бы прицел. И я вот, и смотрю, у меня получается. Неплохо так получается. Я еще взял 50 пулей, еще на 50 рублей. Давай херачить, народ уже смотрит. Я уже одно попадание и вслух считаю, ну, чтобы внимание приглядели, ну, блядь, ну, я ж такой человек, мне нравится, когда люди меня хвалят. Вот, и мне так одно. Я так считаю, раз. Два. И самое интересное, я выбираю небольшие мишеньки, а маленькие пиздюреньки посложнее. Так, три, четыре, пять, десять, пятнадцать, двадцать. На сороковой сбился. На сороковой я сбился. Промазал. Потом что-то психанул. Не расстроился, как сказать. Ну, блядь, ну, не знаю, как-то, блядь, ну, сбился, да. Как-то еще две-три пульки, блядь, мимо. А потом добил остальные по мишеням. Ну, и народ такой, говорит, а что вам призовую-то не сыграть? Там тоже 50 попаданий. Я такой, да, ну, нахуй призовую. И пошел в кафешку. Сел в кафешку, пью пиво, музыка играется, так хорошо. Солнышко слегка не сильно, ветерок такой прохладный, ну, хорошо, так приятно. Блядь, такой кайф просто, вообще. И я так думаю, ага. А еще добавил пивка уже. Я так думаю, а почему бы мне, блядь, не сходить и не сыграть призовую, а? Ага, блядь. Пришел в кафешку, допил пиво, пришел в кафешку, нашел свое ружье. А я уже прилично такой, милевший был. То есть я уже успел протрезветь за это время, пока вот там в кафешке был, мотался в парке. Я уже сюда домой приехал, тут уже 10 раз помылся, блядь. Успел уже протрезветь. Поэтому заново хуячу. Вот. Имею право, блядь. И так получается, что... Я, в общем, пошел я в эту... В этот тир, блядь. Сортир. Стрелять. Взял у них, выбрал свое это ружье. Купил 50 пулек и говорю, я хочу призовую сыграть. А они говорят, тогда доплатите еще. Говорят, какую призовую? Там легкая есть призовая и средняя призовая и максимум призовая какая-то. Вот у них. Я говорю, хорошо, давайте легкую сыграем для начала призовую. Она говорит, тетка такая, ну давайте, платите там что-то там сверху еще там что-то около 50 или 70 рублей уж. Платите там, давайте. Я говорю, хорошо, вот тебе сверху. Она говорит, типа нужно сбить что-то 30 движущихся мишеней, блядь. И одну или там две свечки, я уже даже не помню. Под градусом было уже. Свечки. Но свечки стрелять нужно как? Свечки нужно стрелять так, чтобы не в свечку попасть, а в фитилек, блядь, горящий. То есть она на эту пизда тупая смотрит, ты попадешь в свечку, она тебе все не засчитает, ты проиграл. Хотя нет, у тебя есть там попытки определенные, там дается там опять пром, ну, пять пулик дается, как бы. Пять раз дается тебе не попасть, в общем, на легкой. Но свечку попасть не должен, ты именно в фитилек там должен попасть в горячей свечи. Свечки она поджигает, там все. И вот я начинаю играть в призовую, люди смотрят, я хуяю, легко так сразу слету сбиваю. То есть я даже без всякой тренировки под пивом уже из своей этой ружьбайки принородился я, с которой начал сшибать. Те крутящие вертяжки, блядь, хуяшки, движущие, ну, короче, сбиваю. Она такая ставит, ага, ага. Типа я свечку, там раз, два, или три свечки, хуй, не помню, блядь, уже. Ну, короче, фитильки. Ну, правда, это я долго выцеливал, вот, два раза промазал, два раза промазал, пока не понял саму суть, как правильно по ним стрелять. И выиграл, в общем, я мягкую игрушку, приз, лёгкий, такой, ну, как, лайт, лайт приз у них называется, лайт приз, блядь. А что, Макс и приз у них хард должен называться? Ну, короче, лайт приз это вот, это вот такой енот, блядь, с надписью «Я тебя люблю», блядь, вот такой, вот он, видите, енотище, вот он, енот. То есть, я заплатил за пульки, вот он поёт, говорящий. Ну, я что-то вам жопу его показываю, хвост, а если вот так сделать, то левую хуй, получается, если вот так сделать. Енот с хуйом, вообще-то хвостка. Но, что-то он там пищит, короче, вот такой вот, блядь, вот такой вот он, енот, вот. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Ханалия, сукил сын. В общем, выиграл я этого енота. Заебись, думаю. Динок, блядь, прикольно. Тут так вспомнил, что я раньше-то хорошо в фиры ходил. Мне в одном из наших парков, в одном тире даже запретили играть. Ну, то есть, мне не продавали пульки. То есть, мне, как бы, я захожу, хочу сыграть, а мне нет, типа, призовую. Ну, это было очень давно, это было около 8 лет назад. Ну, мне в одном из наших тиров, то есть, реально, там летом, когда я к Василу ходил, ну, нет, там даже пульки не продавали, то есть, в этом тире. А в других тирах там не было призов, там чисто за бабку просто тупо стреляешь. Вот, потому что я там постоянно выигрывал. А тут, сколько лет прошло, я в другой сейшном парке, там вообще. Ну, хуйня, короче. Я опять в кафе пошел. Захожу опять в кафешку, блядь, девчонки. О, не хуйня, что выиграл. О, подари мне, подари мне, Станя, подари мне, подари мне. Я говорю, а хуй тебе. Я говорю, у меня есть сестра младшая, я ей подарю. Но сестра у меня уже такая взрослая девушка, ей уже 20 с лишним лет, с лишним уже. Вот, тоже. Я говорю, я своей сестре подарю приз. Ну, а зачем тебе? Давай, нам, давай. Я говорю, хуй, вам типа пирога. Пивка еще заказал, еще накатываю пивка. То есть, для меня это уже прилично, там, что около двух с половиной литров пива, где-то так. Выпил. Он уже поссать 10 раз бегает, сходил, успел, блядь, у них сортир, кстати, платный. То есть, у них вот кафе вот к этому, сортир, они тебе ключ дают, ключ. А ты берешь ключ, идешь в сортир. Но ты должен, блядь, заплатить им за этот ключ, потому что ты ешь ссать. Я же говорю, я же у вас пиво покупаю, пью ваше пиво, иду, высылаю, блядь. Почему я еще вам должен за сортир платить? В любую кафе зайди, ты пьешь, у тебя сортир бесплатный. Ну, вообще, в ресторан, в любой. Ну, где крыши там есть, имею в виду, за столь, ну, блядь, не летнее кафе, в смысле. А тут летнее кафе и уличный сортир. Почему я должен опять, ну, короче, с скандалами, они мне потом стали бесплатно ключ давать, девчонки. Я только подхожу, они сразу ключ куда-нибудь, блядь, я говорю, нет, я пиво хочу взять, было такое, вот. Ну, я сидел, сидел, так поддал, хорошо, сигаретку еще закурил, угостил своего мужичка, с собой не было, вот, и это, сижу такой, блядь, думаю, а пойду-ка я сыграю на еще одну игрушку призовую. Что-то у меня такой азарт пошел, я вспомнил тот парк культуры отдыха, на который я ходил, там, 8 лет назад, выиграл постоянно. Думаю, а задрочу-ка я этот тир, блядь, сортир. Захожу, а что, денег, денег, пожалуйста, говорю, у меня еще призовые 50 пулек, говорю, ну, теперь, говорю, вот это вот, сложку, сложку, сложный уровень, блядь, как он там у них называется, забыл, приз. Там, там сложнее, там нужно было что-то сбить, блядь, блядь, я даже там правила постоянно спрашивал, потому что я даже там забывал их, нахуй. Она мне говорит, ну, я спрашиваю после каждого выстрела, а теперь что, говорит, она мне говорит, что теперь, говорит, куда-то, типа, крутящуюся или, там, свечки пора сбивать или еще что-то. Ну, короче, тоже ебатория еще та была, люди стояли, охуевали просто, как пьяные, блядь, мужчина, блядь, стоит, стреляет, с кривой, блядь, ружбаечки, переламывая ее, нахуй, с таким хрустом. Я ее, блядь, боялся вообще сломать к хуям собачьим, потому что, вы знаете, я, блядь, Роман Сергеевич, я, блядь, это ружье, блядь, в узел мог завернуть к хуям там. Ну, нет, все обошлось, блядь, тут дело обошлось без трагизма и всяких, нахуй, членовредительств. Так вот, я эту ружьбаечку заряжал и стрелял, 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 в общем, отстрелялся, там допускалось, по-моему, три ошибки, или две, я уж не помню. Ну, короче, я один раз все ошибся, то есть, как бы, вот, всего один раз. И мне подарили такую, блядь, среднюю, вот, хуйню, ну, я, кстати, за нее тоже платил, за призовую игру я платил тоже, как бы, реальные бабки. Вот, мне подарили такую среднюю хуйню, блядь, животные, я не знаю, ну, полосатые, блядь, похуже, конечно, этого ебучего енота, блядь, как кошка или как хуй, енот, блядь, или хуй ему в рот, я не знаю, блядь, что, как, чё он, кого, чего, что, блядь, не знаю. Показать я вам не могу сейчас, потому что сестра была сейчас дома, и она поехала к себе домой, и этого она к себе увезла. То есть, говорит, эти пылесборники пусть здесь, типа, остаются, пыль собирают, говорит, а этого, говорит, я с собой, говорит, заберу, а эти, говорит, ну, пусть здесь, среди моих игрушек. У нее здесь очень, ну, и своя комната, здесь у нас квартира есть, ну, сестры, как бы, своя, и у нее там очень много своих игрушек, этих мягких, прям, хуй вот, лучших, тех, которые я ей раньше дарил, вот, вагон и маленькая тележка, те, которые ей дарили другие люди тоже, и эти, говорит, пусть здесь игрушки лежат, а это я на свою квартиру увезу, где я там, ну, сейчас живу, там она, вот, забрала этого серенького пидорастика, пушистину, и я такой захожу, в кафешку девки все, блин, у тебя здесь две игрушки, ну, подари нам хоть одну, ну, подари нам, блядь, и говори, нет, нихуя, а, ну, естественно, сестра-то заезжала, вот, а, ну, ее со мной там не было в кафе, в кафе я вообще один сидел, у меня просто была там сделка с одним человеком, у там, рано, и, рядом с парком, не извлеку там, скажем, от парка, и поэтому я туда и ломанул, скажем так, сразу. Там-то сидел с этими игрушками, навернул я еще полкружки пива, такой, встал уже, шатаясь слегка, ну, не шатаясь, блядь, ну, выдумываю тоже, встал я так, слегка не твердо, скажем так, на ноги, ну, не шатаясь, ни в коем-раве, полстакана, блядь, бурну наху выкинул, думаю, а пойду-ка я еще грабану на хард, уровень, как он, максимум, или как он называется, сложности. То есть, там, гигантская, большая, мягкая игруха тебе, блядь, дается, вот, и заплатить ты должен, что-то там, порядка 270 или 300 рублей, что-то я не помню, и за пульки, и что-то нельзя ни одного раза ошибиться при игре, на этом уровне сложности. Взял пульки, встал, стал стрелять, тетка смотрит такая, вот, она стоит, она уже охуевает, она уж дядьку кого-то позвала, у них, видать, на двоих тир, может, муж жилой оху его знает, содержит. Они такие собачки, ну, они же собачки, перешептываются, я думаю, ёп, твою мать, блядь, заебали, не отвлекайте нахуй. А народ даже не стреляет рядом, они все смотрят восторжённо, как я выигрываю главный приз, который есть в этом тире. Без единой помарки, без единого промаха, то есть, ну, и мне подсказывали, что дальше там стрелять, какой самолётик, какой вернолётик там, то есть, какую движущую пиздоту стрелять, какую свечку там, нахуй. Вот, ну, а без промаха, должно быть, естественно, без осечек, как все дела. Вот, я эту воздушку каждый раз перелагывал, вставлял, осматривал пульку, естественно, осматривал, чтобы не было загнутых краёв, то есть, чтобы она не была смята, пулька, то есть, если какой-то брак, там, допустим, она не меняла пульку, и всё, то есть, просто я попросил, поменяй, не меняла. Были такие, часто очень встречаются такие пульки, кривые косы, вот, то есть, там, это очень сильно, на самом деле, влияет, именно на аэродинамику, полёта, вот, именно, непосредственно этой пульки, свинцовой, и я смотрел, чтобы пулька была ровная, без загнутых краёв, без, не смятая и не сплющенная, то есть, не перемятая. Я заправлял её, закрал казённик, всё, целился, брал поправочку небольшую, играл-ыграл, ребята, и доигрался, блядь! Да, блядь! Выиграл, выиграл, я, ребята, выиграл к хуям собачьим, выиграл главный приз, блядь, вот он. вы его можете сейчас видите наблюдать это вот такой пиздатория блять вот такая вот большая если я блять сам помещусь блять то это хуета она блять у меня ёбаный блять насос куда ее блять короче вот она нахуй она блять больше чем хуй знает короче вот пиздец сука она тяжелая это медведь это медведь он не говорит не поет конечно же он такой огромный просто красивый хороший и пиво у меня тоже медведь называется ну не Володя Медведь который а просто медведь Миша Мишенька Медведь научил мне пердеть блять ставь лайк так вот выиграл я у них этот приз блять эй эй ребята он правда выиграл этот приз не верите ха 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 новый губой новый губой все новые половые губы бе 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 это вам сказал вот этот вот медведь вот короче выиграл я вот этого медведя пошел в кафешку девки в кафе нахуй они смотрели там через дорогу наблюдают ну как через через дорожку по которой ездит паровозик детей возит на колесах там экскурсия по этому парку блять развлечений вот и там дарушка то ёбка и вот они все смотрят блять смотрели и они увидели что я тащу медведя нахуй они заезжали и захлопали в ладоши девки в кафе нафиг овсянка там одна одна это уборщица блять которая со стола убирает блять другая там блять это блять еще это какая-то две там ну как четыре холескопа было и они все лежат довольные волтоши хлопают а я че ну хули а я че а я доволен я мачо ебать я мачо я блять медведей хуячу выигрываю то медведя то это игрушка уже третья короче подхожу говорю девчонки где те две игрушки они такие ааа хуеть дали мне мои игрушки я на них просто оставлял их на хранение так сказать пока ходил стрелять вот далее значит те те игрушки я говорю все хватит домой 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 такой про себя думаю блять 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 а у них же еще оставался приз то есть у них на полке сидели вот эти мелочи всякие другие штуки всякие то есть я думаю бляха мухая да пойти их вообще нахуй раздеть к хуям собачьих мягких игрушек блять на все деньги на выигрывать а денег то у меня хуй вам блять ну в смысле я мог себе позволить выиграть все их в принципе я думаю они же дороже стоят все эти игрушки хотя я их продавать не собираюсь но пусть будут дома были сборники наши хорошие вот этот я такой думаю да блять думаю не 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 сейчас я домой точно не поеду чуть-чуть немножко позже говорю девчонки а медведь был не такой он был не так он был в целлохановом пакете вот так завертый сидел здесь он был здесь он тут перевязан чтобы целлофан был хуяк вот я оставил все три игрушки девчонкам они такие смотрели через целлофанова щупают нахуй те игрушки этого енота затрачили нажимать нажимает его на брюхо он поет поет на что почернел там куда не нажимали ему блять сука грязными лапами своими блять девки блять хоть бы руки мыли собаки серые блять ну вот захожу я снова в этот тир хлопаю в ладоши вот так потираю руки такой слегка пьяненький такой думаю хе-хе смотрю такой на призовые а мне сразу такой это женщина не 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 молодой мужчина нет молодой человек давайте это хватит все мы говорят пьяных клиентов не обслуживаем я говорю вы че вы взяли что я пьяный он говорит поддатый слегка я говорю ну я не пьяный я говорю вон мужик синий в говно стоит он блять пульку вставить не может он не видит дырки куда ее вставлять он там блять я говорю вы че ну и говорит у вас так все типа это выиграли у вас вообще прибыли из вас нету нахуй прям вот так и говорит прямыми словами мы просто идем в ноль отработаем из вас она мне говорит не 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 я говорю вы нарушаете институционные права я имею право вы открыты я клиент я хочу она говорит все мы закрыты я говорю покажите что вы закрыты она этого мужика синего выталкивает детворную ребятню которая достреляла акульки говорит все до свидания ребята все всем на сегодня закрыто нахуй меня тоже выпихивают и закрывают изнутри где то они там будут выходить с другой стороны закрывают эту блять хуету опускают эти жалюзи блять металлические и все тюрь закрыт блять ребята я такой ну нихуя себе новости хуёвости отказали я их еще задрочил говорю не имеете права блять я имею гражданское право блять типа мол ну тогда тир закрыт закрыт типа мы можем сами потому что мы хозяева тира типа мы сами можем закрыть типа мол в любое время когда захотим типа мы закрыты все лишь бы я не стрелял больше не выигрывал ну хуй с вами пришел в кафешку выпил еще пол стакана пива остальное выкинул нахуй взял короче игрушки все смотри нет собаки не открываются а девки хихикают про себя говорят ну нихуя типа мол задрочил так что они аж закрыться вынуждены за счет не более чтоб ты их типа не разорил блять в конец ты разоришь их говорю одна пулька рубль стоит ёб твою мать там стреляют весь день блять знаешь они говорят а ты знаешь сколько такое медведь стоит да хуй знает сколько ну вот блять мы тоже не знаем но говорят до хуя и больше за их детский мир да посмотри вот дела к ним больше не хуся вон по детским мирам блестятся если сказать там медведи большие плюшевые стоят ну не плюшевые я не знаю какой махнатый короче и сиди Мишка тихо хочешь то что не хочешь а трезвый ты енота хочешь съесть? а, ну понятно нет, погладь их снова и вот а, и что я собрал это все ну как три игрушки этих и пошел мотор искать такси ловить подхожу к таксисту вот так в пакете медведь перед собой вот так еще два енота и он полосатый большой который полосатый тоже большой но в половину медведя он больше енота в два раза но он тоже большой башка медведя наверно без туловища вот такой полосун не енот, я нахуй знает кто на самом деле вот и это подхожу весь такой там меня не видно там только ноги видно ниже коленов я подхожу и говорю что поедем сколько там на левой он говорит на левой 250 это что за хуйня я говорю не хуйня а подарок выигрыш он ааа ясно ну давай в багажник я говорю в багажник не буду провоняются в багажнике бензином провоняется блять ааа он говорит ну ладно в салон давай а в салоне шерсти не будет я говорю еще один в пакете а двое такие ну из плюшек такого он говорит двое не линяют нахуй так пошутил приколосом поулыбались тоже сели поехали ну вот я вам рассказал выиграл приезжаем вот в дом уже выхожу ааа домой это все заходить соседи все ооо ну что ты нам покупала я говорю сейчас покупал блять ааа делать нам больше нехуй как игрушки покупать вот еще блять делать блять абсолютно ааа ну и домой зашел а соседи все такие восторжурные такие ну ни хуяк вы мальчик блять ааа вы не не смайся и дома уже вот ааа дома сижу тут уже пошел десять раз помылся блять побрился побрескался полоскался полегче вроде стало пиво отпустила эээ струха заехала попроведовать как ты чё живешь чё живешь чем питаешься вот заехала ну как попроведовать гости заехала ко мне ненадолго так у меня тоже там рабочий график такой что говорит пока на обеде ну вот и рассказала историю вкратце в пяти минутах вот она забрала этого серого полоскуна полосатого блять оставила тут пару пачек пельменей я говорю я говорю нахуя ты мне пельмени привезла мне пельмени полная морозилка блять я говорю хоть жопу ешь уже не могу это тесто жрать блять я понимаю домашние пельмени блять но магазинные пельмени всегда говно вообще всегда даже если магазинные пельмени я помню покупал полкило за 200 235 рублей не полкило 450 грамм пельменей 450 грамм пельменей стоили 235 рублей и то хуево так себе даже близко с домашними даже близко не валялись то че уж говорить про такие обычные которые там по 200 рублей там кило блять естественно это хуевые но таких полная морозилка у меня валяется я их жру блять кого тут оливье блять позавчера делал два дня жрал это оливье блять два дня блять два дня блять жрал это оливье оно мне как то ну первый день я весь день его ел то есть завтрак обед ужин как то немножко остопиздил а на второй день завтрак обед ужин этим все оливье тоже остопиздил и на третий день осталось сегодня по моему там еще чуть чуть но я его доел в тот еще день чтобы не оставлять чуть чуть вот через силу блять и говорится так что говорю нахуя ты мне привезла о пелемене когда у нее так полная морозилка блять и куда их совать сейчас блять будем но вот в общем то пожалуй пожалуй я вам рассказал как я в тире поиграл миха иди миха иди посиди блять вот здесь а я еще скажу пару слов сиди а я еще пару слов нашим дорогим телезрителям скажу подписчикам и отнесу тебя поисборник на твое законное место теперь вот так вот а что я хотел сказать те кто играет танки онлайн блять ребята скилл не теряется ну к чему я это говорю сейчас а сейчас я это говорю к тому что как я стрелял в армии научился стрелять вернее меня ну как да я научился стрелять мне дали определенные параметры навыка и я научился стрелять вот пришел на гражданку ходил часто в тиры выигрывал выигрывал прошло много лет ну как 8 лет это по российским меркам по нашим по русским правильнее будет довольно много лет вот и я пришел в тир в начале пристрелялся там 50 пуликов потом начал играть призовые и скилл не теряется то есть ребята если один раз приобретенный скилл он ни хуя не теряется то есть и самое интересное что если бы я был абсолютно бы трезвым то у меня бы где-то догнула рука где-то бы я ошибся на вот самой этой призовой те бы два а я бы выиграл там можно допустить было еще ошибки у меня еще шансы оставались дополнительные этажи а здесь нельзя было допускать ошибок в этой самой главной призовой был бы я трезвый я думаю допустил бы ошибку непременно а пьяный играл на расслабоне ну как пьяный не пьяный слегка пьяный скажем играл на расслабоне вот что-то снова потащило меня от пива я ставил на старые дочки на утренние играл на расслабоне и прокатило получилось не знаю с этого кто с там с калашников рвется стрелять кто с ПМ рвется наверно наверно это рвутся стрелять тем кто не настрелялся ну точнее будет правильнее сказать так кто никогда не стрелял пожалуй те рвутся стрелять из пневматических калашей пневматических ПМ бегут с нихами настрелять ну вот мне абсолютно без разницы потому что это пневматика я настрелялся в свое время из ПМ и из калаша поэтому мне абсолютно насрать я настрелял с такого вида оружия за которое в принципе я не имею права рассказывать потому что на нем лежит определенный гриф секретности я даже не буду говорить об этом я даже намекать не буду в общем поверьте я завершаюсь такие слова поверьте у нас в нашей российской армии есть такая разработка нахуй пулемет гатлинга или как он там блять я не знаю как это шестольная хуйня называется блять а а ну нет никого дома да шутка юмора я прикололся хотел показать типа сестра да 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 подъебал нет как же он называет шестольный пулемет это пушка это блять пулемет гатлинга или хуятлинга блять который блять пиздомет он крутится эта хуйня по сравнению с нашей разработкой учитывая то что я служил больше десяти лет назад и уже тогда мы на закрытом секретном полигоне в командировке когда я был ее использовали эту разработку могу сказать так вот этот пулемет блять шестиствольный блять который гатлинг или как он хуятлинг который крутится и там все уносит все на вертолет их устанавливают да типа там шесть тысяч выстрелов в минуту или что-то такое там гильзы такие там патроны нахуй ласкание блять детского слуха нежного блять это хуита по сравнению с тем с чего стреляли мы в россии действительно есть неимоверно блять уничтожающе сильное оружие именно вот пехоту да блять блять оно и тяжелые бтреры блять будет уничтожать и танки я уверен будет в площади рвать там могу сказать так вот намекнуть так скажем там длина пули блять вот длина пули вот такая блять длина пули опять же особые пули используются оболочки внутренность так далее то есть там все это шестиствольная хуита это блять комариновый куст по сравнению с тем чего мы стреляли это оружие будущего блять можно сказать что летящий самолет блять этой хуетой подбить как ниху делать можно можно деревья косить можно вот просеку деревьев просеку деревьев то есть в смысле как просеку деревьев то есть куча деревьев лес да стоит густой нахуй можно вот так раз провести блять взять две гашетки вот эти блять ручки крутилки газа добавить нажать на гашетки добавить газа чтоб быстрее крутились двадцать и вынести нахуй все буквально за вот одну секунду проводишь нет деревьев нету ничего голая просека только щепки пыль от щепок этих щепа древесная пыль ничего не оставляет на своем пути вот это оружие но как оно называется как оно выглядит объяснять не буду чем оно и как оно стреляет тоже рассказывать просто есть определенный гриф секретовский мы причем подписывали я просто вам как бы вот рассказал что действительно есть и вы мне знаете что мне можно верить потому что по танкам онлайн вы знаете что мне можно верить правильно вот я просто хочу сказать что в россии есть неимоверно ужасающе мощное оружие настолько что я сомневаюсь что в истории кто-то придумывал настолько блять уничтожительное вот именно я не пробовал бы сейчас я вот именно про пули блять это просто пиздец ну вот начал рассказывать про Киру закончил про российскую про армию блять поэтому смотрите сейчас армейские байки да 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 как можно больше просмотров можете по второму кругу их смотреть чем больше просмотров тем быстрее я сделаю тем быстрее я выпущу новую армейскую байку новый выпуск то есть мне нужны просмотренные армейские байки мне их там крайне не хватает чем больше тем и лучше то есть там одной тысячи просмотров недостаточно ааа вот крайнее видео которое я снял собачатина которое называется не набрало даже еще близко тысячи то есть там нужно блять еще и еще посмотрите посмотрите друзьям расскажите репостните где нибудь там еще что нибудь как нибудь при пиарте и я выпущу новые видео про армейские байки мне главное чтобы больше просмотров набирало видео что касается варфейс наверное на днях на днях хотя да следовало бы сделать определенный подкаст так называемый в котором бы я мог рассказать о своих планах про свой канал на будущее но я этого делать не буду я скажу сейчас скажу сейчас наверное на днях я выпущу видео про варфейс ааа говорить не буду что и про что я еще не определился точно то есть я уже решил как снимать и что делать насчет чего не определился по какому классу это будет видео то есть но явно не про снайпера потому что про снайпера уже есть три других класса но и не про медика точно про медика пока не буду то есть там либо штурмовик либо инженер будет не знаю будем делать какой-то катер еще что не знаю посмотрим вот насчет танков онлайн наверное сегодня запишу видео наверное сегодня запишу когда выкладывать его буду я не знаю у меня уже очень много на самом деле материала подготовлено действительно вот уже хорошего подготовленного материалка осталось только залить на youtube есть материал еще они обработаны есть уже обработаны есть всякие разные есть уже готовы к заливанию на youtube материал очень много дело в просмотрах почему я не выкладываю все и сразу потому что если я выложу всего и по многу то каждое видео будет набирать очень мало просмотров то есть все будут а с одного на другое и так далее ну это хуйня полная да чтобы одно видео надо хоть что то вот я допустим попросил вас сейчас армейские байки называется собачатина ребята сделайте так чтобы там стало больше просмотров больше тысячи сделайте я залью новое но это видео я залью прямо сейчас то есть я не буду откладывать я залью это видео сейчас а вообще вы знаете то есть чем больше просмотров тем быстрее будет выходить новое видео то есть вы можете там посмотреть один раз через пять минут еще раз включить посмотрите я не знаю ну рассказывать своим друзьям вот это самое самое главное своим братюням как говорит снылкик бабулям дедулям или кому-то кошкам собачкам дедульки и бабульки и смыльки как говорит немыслово цитата вот не знаю ну как то надо пиарить наверное если у кого то есть в группе вконтакте может где то в группе там кинуть рекламку на видео не само видео повторяюсь не само а именно на плейлист рекламы на сам плейлист чтобы человек заходил в плейлисте и смотрел верхнее видео допустим ну в общем как то надо помогать наверное вы мои подписчики я думаю вы мне поможете подписчики вы мои подписчики вы и создаете просмотры так что давайте больше просмотров ставьте лайки под этим видео тоже непременно ставьте лайк все на сегодня не все сегодня еще буду снимать видео хотя не знаю заливать его вряд ли стану снимать точно буду видео будет интересным ооо это будет видео бомба видео будет классным под ним будет батхёрта в комментариях блять обчитаться обосаться обосраться под этим видео будет батхёрта раза в три больше чем под видео про царя танков онлайн про первое то есть тут будет вообще батхёрт 3 что я тут нет изменить зелудок такая там да там будет сейчас я буду снимать видео пожалуй что эти комментарии вы будете как шкалатан будет остаться кипятком рыбать метать это будет стек это будет жесткий степ это будет такая тонкая провокации шкалаты охуеть но нет ничего не поймет Нам похно на самом деле. В общем, подписывайтесь на канал. Кто не подписался, кто смотрит впервые, подписывайтесь. Смотрите мои разные плейлисты. В одних плейлистах я так, в других плейлистах я по-другому. У меня разнообразие на канале. Так что, в общем, смотрите, подписывайтесь. Целуйтесь и внимайтесь. Всем пока. Пока. Пока.